Доброе утро, земля. Время полвосьмого. Думаю дрыхнуть, но вчера гораздо раньше в Сталин природе. Заварила кашку, кофе. Кофе обычно не пью, но и чай в машине забыла, придется кофе пить. Люда там лапшичку варит с тушенкой. Супер суп. На улице дожди нальет. У нас тут сборы. Бородек. Бордель. Бордель. У нас и бордель. Бордель на руку. Розенштрафцы. В разделе. Я вон у него эту подрезала. Мы у него все отжали, все что можно было и все что нельзя. Эксплуатируем мужчину. Вот такие мы коварные девушки. Ох уж это блогерская жизнь. Руки все заняты, надо снять. Вот все. Чистота и порядок после нас. Мы все собрали и выходим. Кстати свет выключишь, ладно? Уходим, уходим, уходим. Здесь вот такой мостик надо переходить. Шаткий, дырявый. Скользкий и страшный. Первый пошел. А блин, как холодно и скользко. Мои ботинки едут. Главное, чтобы Олег не навернулся и прошел удачно. Ботинки фигня. О, все, молодец. Я просто боюсь, меня выдержит это бревно или нет. Можете перекинуть палки? Да я два прыжка постараюсь сделать. Оттолкнуться, вот где он летает. И... Вкусняха. Ммм. Сейчас бы салатика замутить. Сладкая такая, хорошая черемша. Смотрите, туристы оставляют уже к тебе. Да. Какой сральник оставляют туристы. Плита даже газовая, вот. Это они что думают, что она разложится тут что-ли? Свиноты. Натуральные свиноты. Вот я уже сто раз повторяла, я терпеть не могу туристов. Вот таких вот свинот просто. Черника. Очень много. Вон она еще вся зеленая. Ее очень-очень много. Мишане, привет. Как же красиво, а. Вау. Вау. Даже солнышко проглянуло. И вон там уже горы видно. Но тучи, конечно, ходят еще такие конкретные. Такая тропа лесная, красивая. Ой, вообще. Как я давно на Ивановские озера все собиралась. И хорошо Люда меня просто в последний момент спонтанно позвала. Я собралась за один вечер просто. Я люблю такие спонтанные походы. Она мне сказала, что она думала, что я откажусь, но решила написать все равно. Тут вот мостик сделали. Раньше его не было. Здесь переходили либо вброд, либо тут была береза так прокинута. И кто как мог по ней переходил. И вода, кстати, выше была. Красиво так капелька смотрится. Листочек ее задержал. Бриллиантик такой. Люблю такие моменты. Черничка. И она... Сейчас, ага. Она вон еще в цвету. Вообще такое снимаю первый раз. Красота. Еще даже ягодок нет. И только что ее шмелик опылял. Я не успела снять. Хотела показать, как красиво. Табличку поставили вот такую. Теперь точно не заблудили. А уже даже поотрывали вон все эти. Вот я тебе горела. Озеро сердце. Мы до него сходим. Ягодное. Верхнее. До верхнего мы ходили, кстати. Вот такая красота. Открывается. Снег в конце июня. Теперь я буду в тебя кидаться. В телефон. А что ты присела тут за камерой специально? Вот мы подошли к озеру. Озеро Ивановское первое. Такая красота вокруг. А вот там далеко, не знаю, будет видно, нет? Там вот водопад. Мы идем туда, к нему. Вот с такой красотой мы сейчас вот здесь вот на лавочках перекусим. Вот с этой стороны вот такая красота. Вот с этой стороны такая красота. А мы будем вот с этим видом на озеро шикарным кушать. Не знаю, мне кажется, не судим. Ну, 410, то это должно быть там 460, наверное, если больше будет. Давайте 430, значит. Мои любимые Курумы. Попробуем сначала вот такая грызюка. А вот здесь такой классный Курум. Я вообще обожаю Курум. Любая дорога, которая лежит через Курум, это моя любимая дорога или тропа. Но мы здесь не пойдем, это просто показываю, как красиво, а мы идем по вот такой обычной тропе. Это реально нереально. Озеро громадное. Это все тоже первое Ивановское озеро, просто с другого ракурса. Как же красиво-то. Как же красиво-то. Вот, смотрите, все в Бадане, и он весь цветет. Вон туристы, кстати, стоят. И вот тут все в снегу. Мы уже к водопаду выходим. Возвращая icildся. Иępس. Второе и awhile-е, intimacy. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Лезем по Куруму Вон там тоже Лезет прям по снегу Да там провалиться можно опасно Ноги переломать Лучше по Куруму подняться Вот так вот поднимаемся По камням По Куруму По моему любимому Мои любимые тропы Курумные Правда я не знаю Тут снег вот мешает Куда мы выйдем непонятно Тропы уже как таковой тут нет Мы сейчас вот по такому снежнику пойдем Вон там турист уже пошел И тут уже не одни мы Свернули видимо не туда Потому что тропа вон там проходит А мы пошли вот здесь по Куруму И видимо мы не одни такие Тут уже по снежнику люди Тропу проложили Вообще по такому снегу опасно ходить Потому что можно провалиться А там фиг его знает Что под снегом Там могут огромные Курумы быть Ямы, провалы Можно реально повредиться И даже хорошо вообще под снег уйти Ну так как уже тропа протоптана Наверное не так опасно Снег снижавшийся Хотя фиг его знает Ну вот мы решили тут в принципе Рискнуть пойти Снег снижавшийся Нормально идет Снег такой твердый Снижавшийся Ничего страшного Вот так вот растут цветы Прям чуть ли не из-под снега Это примула лекарственная Первоцвет Вот пожалуйста указатели стоят Здесь вообще проходит тропа Но ее сейчас просто нет Вон Олег стоит Просто огромный-огромный снежник Опа, чуть не упала И вот пожалуйста Столько снега То есть получается Представляете Это же наверху должна быть Должен быть указатель Продираюсь тут Через кустики Наш поход приобретает Очень интересный Поворот Говорят на водопаде Медведь Я уже вся такая В азарке иду И очень хочу его увидеть Но туристы Тут его уже попугали Возможно он убежал Ну ё-моё Я так хотела его снять В общем я надеюсь Что он еще там Люда взяла фальшвейер На всякий случай Так что мы С защитой Я тут кстати встретила Подписчика на тропе Как хорошо водопад видно Где там может медведь быть Я не знаю Может быть на тропе Может в зарослях там Где-то Пока никого не видать Но вид кстати Отсюда шикарнейший Ооо водопад какой Мы держим путь туда В поисках медведя Медведь был походу На тропе Где следы? А вот А блин Это разве медведь? Маленький мишка Вот маленький следик Ооо моя рука даже Маленькая По сравнению с следом Кажется большой Это не медведь Это медвежоночек Где-то мамка Наверное Ну может Вот если мамка То это конечно капец Но следы Они не сильно четкие Конечно Но они есть Вот они Сейчас я с медведем На После Девногорской видовки Точно Первый переход Через А да там Говорили люди Что там медведь ходит Ну мы с ним встретились Если бы я Шнурок не развязался Мы бы к нему Носом к носу Встретились А так я завязал его И вышел к нему Он метров сорока Сначала вижу Что-то прошмыгнуло Такое маленькое Я раз Особнулся Не помню И следом Такая фигня большая Выходит Прямо на тропе Устала и смотрится Ну мы стали Встали Встретом мы были Встали Давай кричать И уже в обратную сторону Смотрю Два медвежонка Уже прошмыгнули И медведица Вслед за ними в гору Я на Девногорскую видовку Не люблю ходить Там сильно людно Но там говорят Что там медведь ходил Но специально Я туда не пошла Смотреть медведя Ну потому что Когда специально Идешь смотреть медведя Его как специально Там не будет Вот как мы сейчас идем Я уверена Что он уже Все Убежал Печалька Думала вам Мишку покажу Все хочу показать И все не получается Да Вот здесь достаточно Шумно И медведь Может нас не услышать А мы можем Не услышать И под него бы встать Под этот леденющий Но там Там не подойти Под этот водопад Там очень опасно Скользко Камни скользко Да там просто Просто нереально И тут снежник Вот такой Огромный Супер Такие виды Я тоже хотела Дрон запустить Но не стало идти Что медведь Через медведя Да не пошла Давай Одна-то не пойдет Иди сюда Как старые Древние времена Женщин пропускают Вперед Медведя Так мы Сами любим Впереди Что нам Мы маленькие Нам хочет Кто-то видеть Особенно Медведя Из-за вас Мы его не увидим Вот по такой красоте Идем Переходим В снежник Такой Конкретный И он Обваливается Вот буквально Вот Сколько тут Метров Пять Десять И обвал Опасно По таким Снежникам Ходить Но мы В принципе По краю Идем Поэтому Нормально Все Что там Следы медвежьи Ой Ой Господи Лапочка Такая Маленькая Ну Это Маленький Медведь Уже В обратную Сторону Короче У меня Такое Ощущение Что мы Его Не встретим Хотя Он Вот Буквально Здесь Был Туристы Говорят Его Видели Во Во Следы Мешаем И вот Он Так Ушел Вот Следик Вот Короче Кстати Непонятно Куда Он Ишел Потому Что Следы И сюда И в эту Сторону Вот Они И в Обратную То есть Возможно Туристы Его Напугали Возможно Он Шел Вернее Сюда Туристы Его Напугали Он Пошел Назад Вот Кстати Хорошо Видно Следики Прямо Туда И Обратно Вот Этот След Вообще Такой Четкий Супер След Реально Красивый На снегу Вообще Люблю Медвежьи Следы Так Снимать В общем Хватит Следы Медвежьи Снимать А то У меня Полфильма Будет Из Медвежьих Следов Состоять И Будет Скучно И Неинтересно Я же Приехала Красоты Снимать А не Медвежьи Следы Я Уже Считай Вот Возле Водопадов Чет Медведя Мы Не Встретили Видимо Он Аспугался И Убежал Так Классно Да Красиво Ух ты Вау Алина Идет Сюда Чтобы Снять Ух 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 Класс Как Красиво Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Но все остальные озера они ниже Вот там за перевалом где-то озеро Сердцево Мы наверняка туда пойдем Такое хочется очень долго снимать Вот там вот видно как вода по скалам стекает В виде мини водопадиков Вот надеюсь видно будет Мы тут решили перекусить С таким шикарнейшим просто видом Вот такой у нас природный Огромный стол У меня кстати вот такой стул классный Я самая первая Сейчас мы свои припасы достанем Разложим И будем наслаждаться красотой Кстати погода вообще Замечательная Мы боялись что весь день дождь будет Но нормально все У нас вот такая шикарная еда Это паштет из тунца Я вот себе хлебушек намазала А у них там колбаска вот такая И тут еще орешки у нас есть Тут мятный чай, там кофе В общем мы тут шикуем Там же еще бука Идешь попивать Мне там надо есть Да Далее Что же тут Вот Уходим с этого прекрасного верхнего озера Сейчас пойдем Сейчас пойдем в гору ломить Превозмогать На самую-самую вершину И сегодня тут никто не ходил Туристы обычно вон Сходили к тому озеру Первому Ивановскому Ну и кто-то вот еще до верхнего доходит Вот до этого озера А уже сюда Выше Наверх Уже Мало туристов ходит Вот А мы поперлись Что там где-то за перевалом Есть озеро Сердце Мы хотим до него дойти Я там уже была один раз Но это было давно Несколько лет назад Года два или три Или четыре Вот Люда пошла кстати снежником ходить Потому что тут по идее опасно по нему А я не знаю Может попробую по снегу Я рискнула здесь Идти по снежнику А Люда с Олегом Решили обойти Но я же без приключений Не могу Ступеньки приходится проделывать Боком так И в принципе Нормально Олег мне кстати дал одну палку Чтобы с ней было проще идти Я в прошлый раз Когда здесь была Но у меня тогда канала не было Не снимала Я тут По такой вот горке По снежной Погода была теплая Я была в шортах И я просто на хобби В шортах Голыми ляжками С такой горы скатилась Вот это была жесть С одной стороны весело С другой стороны Так жопу жгло Снегом этим холодным Зато весело Я уже подхожу И вот самая жопа Это выйти с ледника Потому что вот здесь Вот очень скользко Тут лед А под этим льдом Грязь скользкая Земля такая Знаете Которая скользит Я вообще не знаю Сейчас как я буду выходить Может тут пониже Где-нибудь попробовать выйти Вот отсюда видно Первое озеро Ивановское И отсюда же видно Озеро вверх Вот они сразу Два озера рядом С солнцем так все Подсветило красиво Поднялась наверх Вон оттуда мы пришли Там Люда еще поднимается С Олегом Я как всегда драпанула Фу Вообще изначально Мы откуда-то вон оттуда пришли Ну то есть вот так Вот так Вот так Тут озеро Первое Там верхнее Вот Люда выходит И вот в эту сторону Такая красота Представляете Вчера мы на какую гору поднимались Вот на эту Там где эта заброшка находится Вот Там даже если присмотреться Видно чуть-чуть Там это Кирпичное здание Какая красота Ради этого стоит жить Стоит ходить в походы Стоит превозмогать Ходите люди в горы В горы В тайгу Еще куда-то В какие-то парки Но Нужно конечно Все время Меры безопасности Соблюдать Кирпичное здание Это мастер Это мастер Это мастер Акти Субтитры сделал DimaTorzok 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 какой горы его видно мы тут заблудились ну я уже сказала что мы ищем озеро не можем найти мы решили прямо просто в лоб идти вот по этой карликовой березке без всяких троп вот так вот ломить не мне не надо спасибо люди предложи попробуем сейчас на ту гору забраться и оттуда посмотреть ну что если верить maps.me то она где-то там мы уже там прошли это поле фу по зарослям по этим и вышли вот к такому снежнику красивому идем куда туда а вот там я вижу такие кустищи походу нам придется как-то там идти а он может пониже там пойти вот оно озеро сердце ну видимо смотря с какого ракурса смотреть мы подошли с какой-то не той стороны где вообще нет троп короче вот так а надо видео машон оттуда сверху смотреть смотрите зато как красиво здесь но по maps.me показывает что вот это сердце но видимо мы не с той стороны смотрим и оно не похоже такие дела шли-шли искали искали рылись рылись тут вне троп превозмогали как могли в итоге мы сердце не увидели ну в смысле оно то оно и есть но оно не похоже с другого ракурса смотреть сейчас мы там еще гору поднимемся пройдем и может быть с той стороны будет понятно ну похоже на сердце мы вот за этим озером увидели что вон там еще одно есть может вон то оно я была на озере сердце но это было вот реально года на 3-4 назад была всего один раз там я реально не помню как туда идти ну где оно именно находится по карте но вот вот это здесь то ли то то ли это то ли мы не с того ракурса смотрим ну короче одно из них это точно сердце но пока мы не видим чтобы оно было форме сердца я помню когда тогда ходила но прям было форме сердце красивое такое солнце выглянуло так красиво и главное никого вообще нет ни единого туриста травка такая мягкая прям очень мягкая потому что тут еще мох есть под ней ну вот этой травы и мы так попы хорошо посадили возвращаемся назад вне троп здесь нет и мы идем кур у мамон много живого причем приятно вот 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 Скоро пойдем на спуск. Уже время где-то около 7 вечера. В то же время солнышко пробрасывает на хребет, очень красиво так смотрится. Подходим к верхнему озеру. Небо какое стало красивое, было серое такое, черное. Сейчас вон разъяснилось, красота какая. Солнышко горы освещает, очень-очень красиво. Солнышко горы освещает, очень красиво. Идем песни поем. Своими песнями распугали всех медведей. Солнышко горы освещает. К сожалению, всех распугали. Ну, теперь, к сожалению, шок-контент мы не снимем, но зато мы теперь в безопасности. Прорали так, что тут, наверное, все ближайшие медведи просто разбежались за 30 километров отсюда. Мы тут опять по леднику, по снежнику идем. За разговорами даже я не заметила, как мы на снег вышли. Реально, иду как по тропе, а потом только поняла, что мы по снежнику чапом уже. Тут проходим озеро. Ивановское большое, первое которое самое. Вот. Красота. Ну, реально большое. И вон Люда уже почти дошла. А вот Олег. На пятки наступает. Тут у меня качают в разные стороны. Парса может тоже дать? Нет, да я уже дошла. Передышка небольшая. Ивановосец. Ивановосец под Prem. Передышка. Передышка. Субтитры сделал DimaTorzok Думали, стояли, где перейти Так не хотелось разуваться Тут такой джип проезжает Реку эту переезжает Потом раз, назад сдает, возвращается И нам предлагает встать на подножки И чтобы они нас перевезли Ну, мы просто переехали на джипе Этот брод Мне пришлось разуваться Ноги мочить и мерзнуть Вот Такие люди бывают добрые Класс! Вообще круто! Все, мы дошли до машины Сейчас Сядем, доедем до какого-нибудь Места, где нет людей И там приготовим покушать Покушаем, перезоберем рюкзаки И все, и в путь домой уже У нас тут готовка Я буду лапшу Сырую, мою любимую А то уже два вечера подряд кашу ем Решила лапшу поесть Олег там палатку собирает Люда Тоже готовит кушать Мы, короче, приняли решение Все-таки остаться с ночевкой Но нам придется крайне рано встать И быстренько Собирать вещи И ехать домой Потому что мы отдохнуть хотим Мы устали Люди еще За рулем все-таки Сидеть В ночь не очень будет Так что мы решили покушать И здесь остаться С ночевкой Нам маленько отъесть Кипячу себе киселек Воду сначала скипятила Налила в термос Она, видимо, подустила Все равно немножко залила Кисель растворить А он не растворился Вот поставила На горелку И жду, пока он растворится Сидим, болтаем И такая Я, сука, смотрю на небо Вау! Там такое розовое облако Где-то солнце там село И вот такие вот Отблески, так сказать Заката Мы уже байники легли Так что всем спокойной ночи До утра Доброе утро, земля Я только-только проснулась В дыме 4.50 Все собирались в 5 вставать Я специально поставила на 4.50 Чтобы еще Отойти отстаток, так сказать Так холодно на улице Просто жуть Но, как ни странно Я практически не замерзла В спальнике Вечером было очень холодно А потом как-то Вся укуталась Много одежды наложила в ноги Ну, курткой обернула еще ноги И как-то нормально стало Птички поют Вообще так хорошо Не знаю, как вылазить Потому что реально дубак Влажность высокая В общем, мы сейчас Очень быстро будем собираться Потому что Людмиле нужно Сегодня Как можно раньше быть в городе Поэтому мы решили так рано встать Вот И снимать, может быть Я фактически уже не буду На всякий случай Сразу с вами Попрощаюсь До встречи на моем канале Пока-пока Вот такой у нас светский завтрак Вообще просто супер Селедка с хлебом И вода Где-то у придорожной кафешки И тут такой песель Нам им даже нечего дать Хлеба дали, он не ест Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!